Здравствуйте! Вы смотрите новости. Меня зовут Максим Лукьянов. Коротко о главных событиях дня. Кустанайцам до конца года предлагают списать долги по налогам. Как это сделать, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. Проблему с перегруженностью учебных заведений Кустаная будут решать. В скором времени в некоторых школах появятся дополнительные классы. Подробнее расскажет Камила Солкомбаева. Первый день Республиканского фестиваля этнических театров принес свои сюрпризы членам жюри. Что так поразило их в постановках, расскажет Наталья Басмурзина. Жителям Кустаная начали списывать их долги по налогам в рамках объявленной президентом амнистии задолженности физических лиц. На начало 2019 года 31 тысяча кустанайцев числились задолженниками. В общей сложности их долг составлял 209 миллионов тенге, из которого до конца года он может автоматически сократиться на 74 миллиона. Как это сделать, нам расскажет Татьяна Калюжная. С 15 августа в Кустанайской области началась работа по списанию налоговых долгов у физических лиц. В рамках амнистии можно избавиться от пени, числящейся на лицевом счете, плательщика по насостоянию на 1 января 2019 года. Но при условии, что физическим лицом будет выплачен основной долг. Именно тогда спишут пению по налогам на собственность – это земля, имущество, транспортные средства, плата за аренду земельных участков, а также обязательства по индивидуальному подоходному налогу, связанным с получением имущественного дохода от прироста стоимости при реализации имущества. Может быть, еще не все знают об этом, и мы хотим довести до каждого налогопотечщика, не только города Кустаная, а также всей Кустанайской области, что можно будет воспользоваться данной амнистией. Что нужно для каждого физического лица? Никакие заявления в налоговый орган не подаются. Только нужно уплатить данную сумму, которая у них есть на лицевом счете. Эту сумму задолженности можно узнать через сайты электронного правительства, также в кабинете налогопотечщика, либо в самом управлении государственных доходов по телефону, либо сюда явочно прийти. Если все физические лица оплатят основной платеж, который у них был долгой недоимки на 1 января 2019 года, будет списана пеня. По данным управления государственных доходов Кустаная, налоговики уже списали за должность на лицевых счетах 18 налогоплательщиков, имеющих долги свыше 15 лет. Это 21 тысяча тенге. Помимо этого, после инвентаризации выявлено 8 физических лиц, выехавших на ПМЖ за пределы страны, которые оплатили основной толк, но за ними осталось пеня на 277 тысяч тенге. Эту сумму налоговики тоже списали. Также списана пеня 12 126 человекам, физическим лицам, жителям города Кустаная, которые платили основной платеж. И списание им пени произведено более 12,5 миллионов тенге. Если мы имели общую задолженность, получается, именно по пени на 1 января 2019 года около 74 миллионов, то получается из этих 74 миллионов уже по амнистии списано более 12 миллионов. По официальным данным, основной долг 31 тысячи жителей Кустаная по налогам на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства на начало года составлял более 135 миллионов тенге. Сумма пени по ним – 74 миллиона тенге. Всего за несколько дней она сократилась до 61 миллиона тенге. Монорбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. Сегодня в Кустанайе прошел единый день приема граждан уполномоченными по этике. Мероприятие проводилось в государственных органах. В одном из них, а именно Департаменте труда и соцзащиты, побывала наша съемочная группа. Среди обращений, которые услышали журналисты, были жалобы на отношения сотрудников комиссии медико-социальной экспертизы. Подробности в следующем сюжете. В коридоре Департамента труда и социальной защиты очередь. Жители не только города, но и районов области пришли за установлением группы инвалидности или ее подтверждением. Сегодняшний день совпал для них с одним из мероприятий – единым днем приема граждан, который проводила уполномоченный по этике. Сообщить о проведении такого дня и о месте, где ведется прием, сотрудник вышла к людям. Но не дожидаясь окончания ее слов, к уполномоченному по этике прямо здесь обратились сразу несколько посетителей. Их вопросы касались работы комиссии. Мы сидим целый день с нашими проблемами, с нашим здоровьем. Они еще ходят на обед, простите, да, их уже 4 часа нет, но выходите, мы идем на обед, понимаете. Это очень важный момент, потому что мы там приехали, да, и то, что как здесь люди, да, инвалиды. Ладно, я здоровая, но у меня дочь инвалид. Как она себя чувствует? Лаки – это ужасное отношение, самое главное, именно непосредственно для комиссии. Это ужасное отношение комиссии, понимаете, к людям вообще непосредственно. Даже мало того, да, что они и ко мне, да, и ко мне лично, и к моей дочери. То есть такое отношение, знаете, как будто нам делают одолжение. Такого не должно быть, понимаете. В ответ на озвученные жалобы уполномоченный по этике предложила разобраться в проблеме. Мы обязательно поднимемся в мой кабинет и пригласим также заместителя руководителя по работе МСЭ. Она расскажет полностью конкретно всю ситуацию. Мы разберемся, выясним все обстоятельства. Если женщина захочет написать письменные заявления, мы письменно также дадим ответ. Если не захочет написать письменно, я надеюсь, на месте мы решим всю эту проблему. По словам уполномоченного по этике, с такими жалобами обращаются нечасто. И их обычно решают на месте. Некоторые причины таких конфликтов назвала сама Алия Айтуарова. Естественно, что если им установили вторую группу инвалидности, а не как они хотели первую группу инвалидности, естественно, что возникает такой конфликт интереса, так сказать. Они хотели одну группу, наши специалисты установили друг другу. И они со своей стороны усматривают в этом, что наши сотрудники нарушили их права и так далее. Понять, кто действительно прав, должны помочь камеры наблюдения. Они установлены в кабинетах, где оказывают государственные услуги. Видеоматериал можно отсмотреть по каждой жалобе. По всем проблемам, связанным с отношением сотрудников госоргана, можно обратиться к уполномоченному по этике. Он находится в этом же здании Департамента труда и социальной защиты по адресу улица Косымканова, дом 34. Хамзан Рупийцев, Наталья Басмурзина, РТН. Но теперь к другим темам. Косымжо Артокаев на традиционной конференции учителей страны озвучил план решения проблем казахстанского образования. Это низкая зарплата, перегруженность школ и дефицит самих педагогов. Президент поручил правительству найти финансы для воплощения этого плана в жизнь. На августовской конференции в столице присутствовала и делегация от Кустанайской области. О перспективах развития системы образования они поделились с нашей съемочной группой. Традиционная конференция в августе учителей страны перед стартом учебного года в этом году впервые прошла с участием президента. По словам главы государства, казахстанское образование нуждается в поддержке решений очевидных проблем. Это низкая зарплата учителей, перегруженность школ и дефицит самих педагогов. Он также озвучил план из восьми пунктов, который поможет решить эти проблемы. Кусаин Каткенов был в числе участников совещаний от Кустанайской области. Как директора Кустанайского политехнического колледжа, его больше всего волновало решение проблем, связанных с техническим и профессиональным образованием. Касательно развития технического профессионального образования. Президент был обеспокоен, прежде всего он сказал о существующих проблемах, был бы успокоен тем, что пока буксует анонсированная ранняя программа «ЖАСМАМАН», которая призвана обеспечить 180 колледжей республики современным оборудованием, что позволит, конечно же, улучшить подготовку специалистов на выходе после завершения срока обучения и лучше реализовывать программу дуального обучения. Надеемся, что все-таки эта программа заработает уже в будущем году, потому как данные конкретно поручения правительства. Немало на совещании говорили и о правильной оценке уровня подготовленности учителей. По мнению президента, проведенные в 2018 году так называемые сертификации прошли бюрократично и однобоко, в результате которых 35% педагогов не смогли преодолеть пороговый уровень. Глава государства поручил вновь провести оценку уровня. Карина Нагуманова уже 8 лет работает учителем химии в школе АЗАД. Она все озвученные предложения президента поддерживает, и в частности по экологическому обучению. Нужно обучать детей еще с маленького возраста экологичному воспитанию. То есть экологическое воспитание, экологичное воспитание, это должно стоять, наверное, учителя на первом месте. Я как учитель химии тоже у меня волнуют проблемы экологии, соответственно, и коллегам я это рассказала, сняла видеозапись как раз-таки, как президент об этом говорил, в школьную группу с кино, чтобы учителя были в курсе, чтобы доводили до сведений детей. Мы и так этим занимаемся, ну, соответственно, что хотелось бы, чтобы было чище в нашем городе, соответственно, на нашей планете. Говорили на совещании и о законопроекте, о статусе педагога, в рамках которого хотят сократить нагрузки, проверки и отчеты. В двухкратном размере повысить оплату за классное руководство и проверку тетрадей, увеличить отпуск до 56 дней. Но пока это только проект закона, который уже в сентябре поступит на рассмотрение в парламент. Что касается зарплат, то КСМЖ Мартакаев поручил правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Многие первоклассники все-таки смогут пойти в желаемую школу. В нескольких учебных заведениях города будут открыты дополнительные первые классы. А вот инновационные школы теперь будут под пристальным вниманием. В Казахстане появится их рейтинг. Какие еще изменения грядут в кустанайском образовании, нам расскажет Камила Сылкымбаева. В новом учебном году в Кустанае появятся две новые школы. Одна со смешанным языком обучения, а одна – школа-гимназия с казахским языком обучения. Кроме этого, проблему перегруженности в некоторых школах все-таки решат. Об этом рассказала руководитель отдела образования на городском августовском совещании педагогов. В течение ряда лет в отдельных образовательных организациях города наблюдается перегруженность. И не только в центральной ее части – школа-лицей-1, школа-лицей-2, школа-гимназия-5А, школа-гимназия-3, средняя школа-23. Для решения данной проблемы, по вашему поручению, Караджу Машевич, будут открыты дополнительные классы. Уже к 1 сентября в школах номер 3, 18 и 23 будут открыты дополнительные первые классы. Однако есть еще одна проблема в городских школах. Это недостаточная материально-техническая база. По словам Айманы Браевой, сегодня в школах не хватает примерно полторы тысячи компьютеров. К тому же в этом году из бюджета была выделена очень маленькая сумма на замену оборудования. Этот вопрос на контроль взял Аким Города, но уточнив, что сумма потребуется большая, поручил решать проблему поэтапно. Если мы не будем уделять ежегодно, там, скажем, даже миллионов на 20, там, или 30, 50, там, сколько там нужно. Поэтому здесь нужно заниматься системно, то есть обновлением. А то у нас бывает так, что мы в один год закупаем полностью, и потом в один год приходят, скажем, построй годности. Естественно, потом она ложится на бюджет, но, скажем, вот в один год большая нагрузка. Накануне состоялось областное августовское совещание, где было заявлено, что в 2020 году все школы области будут оснащены камерами видеонаблюдения. Кайрат Ахметов решил не затягивать вопрос и поручил предусмотреть 24 миллиона тенге на установку более 1300 камер во всех школах города до конца этого года. В ходе совещания оказалось, что с этого учебного года инновационные школы будут под пристальным вниманием. На республиканской августовской конференции министрам образования и науки было отмечено, что с нового учебного года будет проводиться рейтинг среди инновационных школ на соответствие своему статусу, а также наличие результативности в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе республиканского и международного. В этой связи в новом учебном году данный вопрос необходимо взять на особый контроль. Айман Ибраева отметила, что на протяжении трех лет больше всего побед городу на республиканских олимпиадах принесли ученики гимназии имени Горького. Дальше идут физико-математический лицей, школа лицей номер один и средняя школа номер 23. А в республиканском конкурсе научных проектов лидирует ФМЛ. Руководитель отдела образования указала, что стабильные и высокие результаты городу приносят одни и те же учебные заведения. Хотя в Кустанае с этого года будет уже 37 школ. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. Выпуск продолжит рубрика «РТН-происшествия». Слово Виталию Луговскому. Спасибо, Максим. Здравствуйте. Итак, о несчастном случае на воде. О том, какое решение вынесено по делу охранника, который выстрелил в насильника. И о том, сколько преступлений совершено в Кустанае в дни празднования его дня рождения, сразу после небольшой рекламы.